Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все понятно Департамент на западе Франции Населенный потомками Принадлежавшего древнеславянской общности Народа Венетов Вандея и под ножом великой французской гильотины Осталась верна своему королю И его белому знамени Именно в лесах Вандея белый цвет Стал символом борьбы за монархическую идею С Вандеей французской все просто и понятно В этом департаменте и по сию пору запрещен главный праздник французской республики День 14 июля С русской Вандеей С тихим доном батюшкой Все гораздо сложнее Нигде как на Дону не становится столь очевидным ответ на вопрос Почему русские проиграли гражданскую войну Ополчившимся на них интернацистам Гражданская война не только уничтожила государственный суверенитет русского народа Но она же и обеспечила победу национал-сепаратистов на окраинных землях погибшей империи В одночасье обрели государственность народы, никогда прежде своих государств не имевшие Именно из событий гражданской войны произрастают проблемы русских людей Наших современников, оказавшихся заложниками в руках победивших национальных меньшинств В Прибалтике и Казахстане, Бессарабии, в Закавказье, да и не только там Но куда более страшным итогом гражданской войны явилось официальное закрепление разделенности Три единого русского народа на псевдо-самостоятельные этнические ветви Поражение, которое потерпел русский народ под ударами возглавляемых Лениным и Троцким интернационалистов Было следствием его внутреннего раскола И это не только раскол по признакам классовым, то есть имущественным или образовательным Наиболее опасен и трагичен был раскол по принципам субэтническим Едва ли не самым судьбоносным проявлением такого рода раскола была судьба русского казачества И по сию пору не перевелись умники, как правило, из среды интеллигентов-образованцев Вослед за персонажами Тихого Дона, утверждающие, что, мол, русские от русских, а казаки от казаков повелись Между тем, народ складывается из трех неразрывных компонентов Крови, культуры, высшим и главнейшим проявлением которой является язык, и религии Комментировать религиозное единство всех ветвей русского суперэтноса представляется очевидно ненужным Языковые же различия не выходят за рамки общего с окружающими губерниями говора В начале 21 века, составив уникальную генетическую карту страны, российские генетики, наряду с развенчанием мифа о присутствии в крови русских татарского этнического субстрата Доказали и их генетическую тождественность от Поморского севера до Казачьего юга К сожалению, наши предки, которым выпало жить в кровавую эпоху русской смуты, этой информацией по понятным причинам не располагали Зато в идеологах казачьей особливости недостатка не было Наиболее ярким из них был Петр Николаевич Краснов Краснов Петр Николаевич, 1869-1947 Доблестный офицер и плодовитый литератор, российский военный деятель, генерал-лейтенант, 1917-й В октябре-сентябре 1917-го командир 3-го конного корпуса В октябре того же года возглавил первое антисоветское вооруженное выступление В 18-м начале 19-го атаман войска Донского и командующий белоказачьей армией С 1920-го в эмиграции, во время Великой Отечественной войны, сотрудничал с гитлеровцами Казачий род Красновых происходит из всемирно известной станицы Вешенской Основатель рода Иван Казмич, сын простого казака, дослужившийся до генерал-майорского чина Герой 12-го года, он был смертельно ранен в рейергардном бою за день до Великой Бородинской битвы Отец Петра Николаевича, Николай Иванович Краснов, генерал-лейтенант, историк и билетрист Дед Иван Иванович, также генерал-лейтенант и публицист Его родные братья также блистали талантами Старший брат Андрей был известным ботаником и географом Будучи основателем знаменитого Батумского ботанического сада Именно он впервые заложил в российском Закавказье плантации цитрусовых и чая Именно с его легкой руки к нашему новогоднему столу до сих пор подаются знаменитые абхазские мандарины Младший брат Платон, известный поэт-переводчик Казачья ветвь русского народа подарила русской цивилизации немало славных воинов, ученых и путешественников Но тихий дон-батюшка дарил нашей истории и героев совсем иного толка В смутное время при лжедмитриях и польских оккупантах Именно казачьи отряды составляли существенную часть терзавшего Русь вражеского войска Да и воспетый в литературе свободолюбец Степан Разин на поверку оказывается банальным душегубом, мародером и изменником Следует вспомнить, что известный русский религиозный философ отец Сергий Булгаков писал о том, что в русском народе Неизменно боролся дух обители святого Сергия Радонежского и вольнолюбивый дух Запорожской Вольницы Где под вольнолюбием понималась свобода откровенного разбоя Именно это свойство казачьей натуры, почти исчезнувшее в славный царский период казачьей истории Вырвавшись на свободу при разрушении русского государства Сыграет страшную роль в погибели и казачества как такового, и русской земли в целом Современные теоретики казачьего сепаратизма, вздыхая от тяготых воинской службы Объявляют царский период в истории Дона едва ли не московским пленением Служба казачья действительно была нелегка, но она же была и почетна Казачья этническая консорция по сути являлась привилегированным сословием Достаточно вспомнить, что собственный его величество конвой Составляли казаки-кубанцы и терцы И стоит отметить, что казаки ценили свою государственную особливость В годы Первой революции именно казачьи полки наряду с гвардейцами, семеновцами и преображенцами Несли на своих плечах тяжесть борьбы с охватившим страну хаосом В годы мировой войны, как показали скрупулезные подсчеты историков В казачьих частях коэффициент сдаваемости в плен был даже ниже, нежели в лучших полках императорской гвардии Предреволюционная жизнь Петра Николаевича Краснова не была ни серой, ни скучной Окончив Александровский кадетский корпус и Павловское пехотное училище В 1888 году он выпустился Харунжем в лейтгвардии «Атаманский полк» С 1891 года он начал публиковаться в газетах и журналах Издал несколько билетаристических и исторических книг, в том числе «Атаман Платов» и рассказы из казачьей жизни Судьба бросала его в самые отдаленные и экзотические уголки планеты В 1897 Краснов был назначен начальником конвоя русской миссии в Абиссинии В 1898 прославился своим марш-броском на муле, когда, преодолев огромное расстояние, доставил секретные бумаги в город Джибути и далее в Петербург Африканское путешествие украсило мундир Петра Николаевича не только русским орденом святого Станислава второй степени, но и офицерским крестом эфиопской звезды третьей степени и французским орденом почетного легиона Свои африканские приключения он описал в книгах «Дневник начальника российской императорской миссии» и «Любовь Абиссинки» В 1901 году, во время боксерского восстания в Китае и в 1904-1905 годах, во время Японской войны, он военный корреспондент на театре боевых действий Какого рода корреспонденцию собирал военный журналист Краснов, свидетельствуют боевые ордена святой Анны 4 степени и святого Владимира 4 степени с мечами и бантом Первую мировую войну он начал в чине полковника и в должности командира полка в Восточной Пруссии в августе 14-го В ноябре 14-го произведен в генерал-майоры за боевые заслуги и назначен командиром бригады 1-й Донской казачьей, затем Кавказской туземной, так называемой Дикой конной дивизии За бои в Восточной Пруссии награжден георгиевским оружием, а в 1915-м орденом святого Георгия 4 степени за то, что, командуя сводным отрядом из частей 2-го конного корпуса, остановил контратакой переправившийся через дне старовстрийцев, нанес им большие потери и сбросил в реку К его чести Петр Николаевич отрицательно воспринял февральский переворот Однако 26 августа 1917 года, после гибели Крымова, он был вызван в Ставку Лавром Корниловым и назначен командиром двигавшегося на Петроград 3-го конного корпуса Краснов оказался единственным военачальником, попытавшимся оказать реальное сопротивление большевикам Он двинул свои войска на Петроград Однако 700 казаков, едва не разогнавшие обрушившуюся на них 20-тысячную Красную Орду во главе с самим Троцким, переломить ситуацию не могли В первом решительном сражении разгорающейся гражданской войны приняли участие и интервенты Только вопреки распространенному мифу, действовали они не на стороне белых, а как раз наоборот Ряд казачьих офицеров, участвовавших в боях под Гатчиной и Царским Селом, свидетельствует в своих мемуарах о том, что почерк ведения огня Остановивший их продвижение красной артиллерии был характерно немецким А немецкий лейтенант фон Бек, находившийся в 1917 году в русском плену И позднее в 1918 году возглавлявший работавшую в Поволжье группу по репатриации немецких военнопленных В своих мемуарах подтверждает наличие немецких военных специалистов из числа пленных Вместе с ним работавших в военной комендатуре Смольного После провального похода на Петроград Краснов бежал на родной дон Еще гремели выстрелы Петроградского и Московского юнкерских восстаний Но русское общество в массе своей в успех их мятежа не верило изначально И ожидало спасения, которое должно было прийти с юга с казачьих окраин Достаточно вспомнить, что созданная генералом Алексеевым в Петрограде в октябре 1917-го офицерская организация «Белый крест», именуемая также Алексеевской, изначально приняла решение сосредотачивать силы в Ростове и Новочеркасске Пока бывшие офицеры и генералы уже не существующей императорской армии сквозь кордоны повсеместно возникших большевистских ревкомов пробирались на Дон Вслед за ними под тем же железным дорогом двинулись к Ростову бронепоезда красных А Дон в это время жил своей собственной жизнью, делая вид, что события в остальной России его не касаются Еще в конце мая, начале июля Донцы провели в Новочеркасске войсковой круг, избравший войсковое правительство и первого со времен императора Петра выбранного атамана Атаманом стал Алексей Максимович Каледин Каледин принял атаманскую булаву, скрипя сердце Он понимал, что это первый шаг в сторону уже почти изжитого донского сепаратизма Каледин Алексей Максимович родился 12 октября 1861 года на хуторе Каледина, станице Усть-Хаперской области Всевеликого войска Донского Российский военный деятель, генерал от кавалерии, 1916 С 17-го войсковой атаман Донского казачьего войска активно участвовал в противостоянии с советской властью 29 января 1918 года застрелился в кабинете атаманского дворца в Новочеркасске ввиду невозможности продолжения борьбы Каледин был настоящим боевым генералом Верхом его военной карьеры было участие возглавляемой им 8-й армии Юго-Западного фронта в Луцком прорыве в мае 1916 года Всего за 9 дней он наголову разбил 4-ю австрийскую армию и продвинулся вглубь вражеской территории на 70 верст Темп достаточно приличный даже для танковых соединений времен Второй мировой войны Мы неоднократно говорили о русских генералах, предававших своего царя и свою Россию в феврале 1917 года Алексей Максимович к их числу не принадлежал Февраль встретил отрицательно, за что и был удален из армии Безоговорочно поддержавший масонский заговор военной ложи Его непосредственный начальник, командующий Юго-Западным фронтом Алексей Алексеевич Брусилов Сказал о Каледине, что он где потерял сердце и не понимает духа времени Но Каледин, видимо, дух времени понимал Потому как, принимая атаманскую балаву, заявил Я пришел на Дон с честным именем воина А уйду, может быть, с проклятиями 25 октября по получении сообщения о большевистском перевороте Каледин выступил с обращением к войску В котором объявил захват власти большевиками преступным И заявил, что впредь до восстановления законной власти в России Войсковое правительство принимает на себя всю полноту власти в Донской области 27 октября он объявил о введении на Дону военного положения Это был второй шаг Тихого Дона на пути откровенного предательства Которое заинтересованными лицами красиво именуется сепаратизм Донцы одновременно грезили некой собственной государственностью И одновременно не желали оказывать надвигающимся со всех сторон большевикам Никакого реального сопротивления Когда Донское правительство приняло решение разоружить 16-тысячный ростовский гарнизон, состоявший из солдат 272-го и 273-го запасных пехотных полков У Каледина под рукой не нашлось иной военной силы Кроме батальона юнкеров Донского военного училища Да нескольких сот офицеров, уже собравшихся на Дону Алексеевской организации И это при том, что только в Ростове и Новочеркасске Квартировало не менее 8 тысяч кадровых казачьих офицеров Донского войска Отметим, что во время этих событий Алексеевская организация Будущая Белая Гвардия находилась в Ростове на подпольном положении 26 ноября при содействии прибывших из Крыма матросских отрядов Власть в Ростове и Таганроге захватили большевики Теперь Каледин, несмотря на то, что по его словам ему было страшно пролить первую кровь Решил открыто вступить в вооруженную борьбу И правительство донских сепаратистов было вынуждено обратиться за помощью к тем Кого, в отличие от казаков, на Дону теперь именовали русскими К подпольщику Алексееву и его офицерам После этого Алексеевская организация была легализована А с 27 декабря переименована в Добровольческую армию Каледин вместе с Алексеевым и Корниловым составил триумвират, в котором ему принадлежала вся полнота власти в Донской области Общественные деятели, как приехавшие на Дон российские, так и доморощенные донские Обвинили Донское правительство в медлительности и политиканстве Однако вряд ли правительство и Донской атаман могли проявить решительность в ситуации Когда, по свидетельству Алексеева, идеи большевизма нашли приверженцев среди широкой массы казаков Которые глубоко убеждены, что большевизм направлен только против богатых классов, буржуазии и интеллигенции Все Донское сопротивление Красным состояло из белого партизанского отряда бесстрашного подполковника Чернецова В Первую мировую Чернецов прославился как лучший офицер-разведчик 4-й Донской казачьей дивизии Воевал он и в составе фронтового партизанского отряда войскового старшины В пересчете казачьего чина на общевойсковой подполковника Шкуро, того самого Впрочем, и казачий отряд Чернецова был укомплектован не казаками, а студентами, юнкерами, кадетами и гимназистами Принято считать, что каждое последующее поколение все дальше и дальше отступает от прародительских идеалов Но в 18-м году именно русская образованная молодежь своей собственной кровью смывала кайна в грех своих интеллигентных родителей Своим политиканством, разрушивших страну, в которой этим детям не довелось жить Но за которую этим детям довелось доблестно с оружием в руках умереть 10 января 1918 года в станице Каменской съезд фронтовых казаков во главе с бывшим прапорщиком Кривошлыковым и вахмистром Подтелковым Учредил Донской военно-революционный комитет, хотя и большевистский, но также стоящий на позициях донского сепаратизма Чернецов во главе своего отряда из офицеров и мальчишек числом не более 800 сабель и штыков рванулся к Каменской и разбил заслоны Донского ревкома 19 января красный донской сепаратизм закончился признанием ленинско-троцкийского в ЦК Получив поддержку красных войск, группы Саблина, части донского ревкома во главе с бывшим казачьим офицером Голубовым разбили Черновецкую дружину Взятый в плен Чернецов был зарублен вахмистром Подтелковым 28 января 1918 года Корнилов известил Каледина о решении отвезти добровольческую армию на Кубань Поскольку в условиях наступления красных и при отсутствии поддержки со стороны казачества ей грозит гибель На следующий день, 28 января, Каледин собрал заседание Донского правительства, на котором сообщил о решении командования добровольческой армии И о том, что для защиты Донской области от большевиков на фронте нашлось лишь 147 штыков Он также заявил, что в таких условиях слагает себя полномочия войскового атамана В тот же день в атаманском дворце Каледин покончил с собой выстрелом в сердце В своем предсмертном письме генералу Алексееву он объяснил свой уход из жизни отказом казачества следовать за своим атаманом Две недели спустя, 12 февраля по старому стилю, вслед за добровольческой армией из обложенного красными Новочеркасска Ушел в сальские степи отряд вновь избранного походного атамана Попова Было в его отряде аж полторы тысячи конников при 40 пулеметах и пяти полевых орудиях А уже в марте того же 1918 года на Дону вспыхнуло общедонское восстание против большевиков Вернувшиеся на Дон казаки Попова сыграли роль снежного кома, освободившего лавину казачьего гнева В боях под Новороссийском казаков поддержал пришедший из Румынии добровольческий отряд полковника Дроздовского Дроздовский Михаил Гордеевич, 1881-1919 А российский генерал-майор, 1918 В декабре 1917 года сформировал на Румынском фронте отряд, с которым прошел из ЯС через занятую коммунистами и германскими частями Украину к Ростову-на-Дону для соединения с добровольческой армией В ее составе командовал пехотной дивизией, получившей после его смерти наименование Дроздовской Казачье выступление было обустовлено не только террором красных частей Населявшие область войска Донского крестьяне и нагородние, то есть великороссы и малороссы, украинцы, зарились на богатые земельные наделы казаков Казаки действительно имели значительные земельные наделы, но давались они в качестве вознаграждения за тяжелую ратную службу Это было банальным нарушением Божьей заповеди, а не пожеланием имущества ближнего За нарушение Божьей заповеди раньше или позже следует заслуженное возмездие Надо сказать, что русская идея побеждала там, где преодолевался внутренний раскол Союз добровольцев и казаков был победоносен В середине мая кругом спасения Дона Краснов был избран донским атаманом Создав Донскую армию, Краснов в концу июля очистил почти всю область войска Донского от большевистских формирований Но на границах Дона стояла армия казера Вильгельма Опираясь на эту мощную силу, Краснов вновь вспомнил о казачьей государственности Изобращение атамана Краснова к германскому императору Вильгельму Атаман зимовой станицы нашей посольства при дворе вашего императорского величества Уполномочен мной просить ваше императорское величество признать право Всевеликого войска Донского на самостоятельное существование Просить помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми перепасами и инженерным имуществом Если признаете это выгодным, устроить в пределах войска Донского орудийный, оружейный, снарядный и патронный заводы Всевеликое войско Донское предоставляет германской империи право преимущественного вывоза избытков За удовлетворением местных потребностей, хлеба, зерном, мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них Табачных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия Кроме того, правительство Всевеликого войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия, промышленные и торговые Фигура Петра Николаевича Краснова противоречива Только за первые полтора месяца сотрудничества германское командование передало Краснову свыше 11,5 тысяч винтовок, 46 орудий, 88 пулеметов, 100 тысяч снарядов, 11,5 миллионов патронов Впрочем, этим оружием он щедро поделился с армией Деникина При этом настаивал на значительной степени самостоятельности Дона Отрицательно относился к лозунгу «Единой и неделимой России» и впрямую отказывался подчиниться русскому командованию В августе 1918-го стал председателем организованного им Дона Кавказского Союза, включавшего Донское, Астраханское, Кубанское и Терское казачьи войска А также представителей извечных врагов казачества – Союз Объединенных Горцев Кавказа Добивался протектората Германии над Союзом, претендовал на округление его границ за счет Великороссии Часть Воронежской и Саратовской губерний, включая города Воронеж и Царицын В июле и сентябре 1918-го года попытки донских войск взять Царицын без поддержки добровольцев Деникина закончились неудачей Белые армии Сибири и Юга не соединились, что и стало одной из стратегических причин поражения Белого движения На излете 1919-го года донские и кубанские казачьи части генералов Шкуро и Мамонтова, совершив блистательный рейд по красным тылам, будут побеждены не столько конницей Буденного, сколь многоверстными обозами имущества, награбленного казаками в великорусских губерниях России Эти пятна, брошенные ими на Белое знамя, погубят не только русскую Вандею, но и погубят и Россию как таковую Поражение русских сил в борьбе с полчищами интернацистов было обусловлено отсутствием элементарного согласия в их боевом стане Ибо каждая ветвь русского народа, будь то казаки или великороссы, ставила во главу угла собственные узкие интересы И спор этих ветвей разодрал вековое величественное древо на части А победа, победа была возможна, но победить можно было только вместе, ощущая себя единым русским народом Сознавая, что интересы нации всегда стоят выше интересов классов, консорций, корпораций, сословий и даже субэтносов И еще погибель земли русской была обусловлена окаянным нежеланием русского человека соблюдать то, что испокон века именуется божьими заповедями Генерал же Краснов в 41-м году вернется в Россию, вернется в германском войсковом обозе Вплетая в огонь новой мировой войны пламя, так и не потухшей войны гражданской Но это будет уже другой узел и уже совсем другая история Музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова